Так, всем доброе утро. Что ж, давайте еще пару минут подождем, пока все подключаются. И начинаем. Поставьте огонечек, если меня видно, слышно. Олег, сегодня у нас практическое занятие. Я сейчас как раз занимаюсь тем, что копирую вам ссылку для сегодняшней практики. Давайте я скопирую ее и пришлю в чат. Вот, и вы сможете, собственно, ее у себя локально открыть, и все будет замечательно. Да, сегодня у нас будет без камеры, потому что у нас сегодня пока практическое занятие. Так, чтобы вы будете меня видеть, слышать, давайте я начну, наверное, показывать экран. И мы начнем. Так, ждем несколько минут и начинаем. Так, ну еще буквально минутку. Давайте так, чтобы честно, в 10.05 начнем. Все опыздуны, чтобы уже подключились, потому что сегодня важно, чтобы вы с самого начала были с нами. Подскажите, пожалуйста, напишите, были ли вы на предыдущих занятиях и смотрели ли вы лекцию Алены Финогиновой, моей коллеге, которая, когда она рассказывала про Берта, про языковые модели и про архитектуру трансформеров. Так, наверное, мне будет удобнее открыть чат на экране смартфона, чтобы видеть, что вы пишете. Давайте так сделаем. Ладно, тогда время от времени буду просто проверять чат, чтобы как бы смотреть, что вы там пишете. Хорошо? Вот. Посмотрю так. Да, были у Алены. Вижу, что вы были у Алены. Хорошо. Тогда смотрите, чтобы у нас не возникало фона и смартфон не фонил с микрофоном, я не буду включать дополнительную вторую камеру на смартфоне. Вот. Но я буду там раз в 10 минут включать, смотреть чат и смотреть, какие вопросы вы там задаете. Давайте работать в таком формате. Я думаю, с этим не возникнет никакие сложности. Смотрите, в чат я скинула ссылку. Давайте продублирую ее еще раз. Это практическое занятие в Google Коллабе. В принципе, стандартная среда. Вы можете нажать на ссылку. Я дала права на редактирование просмотра. Можете его к себе скачать и также в Google Коллабе открыть. То есть с этим не должно быть никаких проблем. И сегодня у нас с вами будет очень и очень интересная тема. Мы поговорим о том, как же, собственно, применять вот эту вот языковую модель Берт на практике. И как с помощью нее можно нарешивать очень широкий класс задач. И даже там участвовать в Кегле и так далее. То есть вот такой универсальный чайториал я постаралась подготовить, который, собственно, показывает, каким образом Берта можно адаптировать под любую имеющуюся у вас текстовую задачу. Я постараюсь сделать его максимально таким общим. Покажу, как вы его можете легко адаптировать под свои таски. У меня коллеги его активно используют. Я сама его частенько применяю на работе, когда надо сделать какой-то бейзлайн. Я знаю, что мои коллеги-преподаватели с его помощью Кагл зарешивали даже очень успешно. Там занимали третье место. Вот, то есть такая универсальная палочка-выручалочка. Данный чайториал основан на чайториале Криса Маккормика и Ника Райана. И посмотреть оригинальный чайториал и коллап ноутбук можно вот по ссылке. Ссылка приведена в Google коллапе, но давайте я скопирую ее в чат тоже дополнительно. И помимо этого также есть видео-разбор этого чайтора на английском, оригинального чайтора на английском на YouTube. Тоже можете его посмотреть, но в принципе то, что рассказывается в этом разборе, я буду как раз стараться до вас сегодня максимально просто, понятно еще на русском донести. Отвечая на вопрос в чате, какое именно соревнование, я точно не могу подсказать, потому что решала, зарешивала не я, но какое-то соревнование, связанное с Natural Language Process. Итак, мы хорошо помним, что BERT – это нейронная сеть от Google, которая при своем выходе в 2018 году показала шикарнейшие результаты на целом, очень широком спектре задач, и сегодня BERT – это такая универсальная палочка-выручалочка для большинства задач Natural Language Processing, то есть файнтюнить BERT под небольшие задачки классификации, NERP, стейдинг и так далее – это уже стало такой, можно сказать, классингой. Каким образом обычно мы с помощью данной модели, напомню, решаем наши имеющиеся NLP задачи? Мы, по сути своей, берем BERT, берем предобученную модель, которая доступна и есть в открытом доступе, ее веса для разных языков можно найти, например, в библиотеке Hagen Face, мы сегодня посмотрим, как просто они скачиваются, просто с помощью одной строчки кода, берем предобученную модель, которую обучали уже какие-то data scientists до нас, сохранили веса, и затем дообучаем под нашу конкретную задачу с дополнительным либо линейным, либо каким-то еще слоем наверху. То есть добавляем к нашей исходной предобученной нейросети еще один слой, который отвечает непосредственно нашей задаче, и файнтюнируем всю эту махину целиком уже под наш так называемый downstream task. Какое преимущество такого подхода? Преимущество заключается в том, что мы уже используем знания предобученной модели, делаем так называемый transfer learning, то есть переносим знания о предобученной модели, и благодаря этому процедуру файнтюна занимает всего несколько минут, сегодня мы это увидим, она файнтюнится буквально 10 минут, и мы можем за там буквально очень короткое время без использования дополнительных мощностей получить очень и очень неплохие результаты, что как бы очень хорошо и круто. Ну что ж, давайте начинать. Для начала сегодня нам понадобится GPU, поскольку модель BERT это достаточно тяжеленькая модель на основе архитектуры transformer, и чтобы подключить GPU в своем коллабе, в данном коллабе он уже подключен, но если вы будете создавать новый коллаб, то вам надо будет нажать сюда среда выполнения, затем нажать сменить среду выполнения, да, вы следите за руками, давайте еще раз. Среда выполнения. Сменить среду выполнения и проверить, что здесь написан GPU. Если тут написан NAND, вы ставите GPU, жмете сохранить, и обратите внимание, что если вы меняете среду выполнения с NAND на GPU, то у вас перезапускается ядро, то есть вам надо будет все клетки выполнить ZAND. Чтобы проверить, что GPU у вас действительно работает, можно использовать TensorFlow, например, и вот он говорит, что да, мы нашли GPU, называется GPU 0. Можно эту же процедуру сделать с помощью торча, и давайте посмотрим, каким образом это реализовано с помощью торча, потому что основная все-таки часть кода у нас написана на PyTorch. И также дополнительно проверим, что у нас доступно куды, доступен GPU, и если он доступен, то сохраним название GPU в наш переменную девайс. Загружаем торч, проверяем if Torch CUDA is available. Эта функция позволяет нам проверять, что у нас доступен GPU. И сохраняем это все в переменную девайс. Затем, для того, чтобы работать с биртом, мы будем использовать библиотеку HagenPaste. Это такая очень распространенная библиотека для работы с языковыми моделями на основе архитектуры Трансформер. Так, перезапустить. Что-то он у меня задумался при поиске куды. Давайте я перезапущу. Нам надо установить библиотеку Трансформер. Устанавливается она очень легко с помощью простого PIP and Stone Transformers, и все загружается очень быстро, просто и как бы в одну строчку буквально. Вот, если вы будете работать с какими-то тяжеленькими моделями, там, возможно, важно будет, чтобы была нужна версия и так далее. Но для классического бирта можно просто PIP and Stone Transformers. Библиотека HagenPaste. Это такая очень хорошая библиотека, один из самых популярных PyTorch фреймворков для работы с трансформерными языковыми моделями. Давайте немножко посмотрим на ее устройство. Тоже сейчас пришлю ссылку в чат, но, в принципе, она гуглится очень легко. Вот эта вот библиотека, она очень хорошо приспособлена для работы со всеми-всеми-всеми трансформерными моделями. Смотрите, в ней есть вкладочка Models, и в ней есть все предобученные модели, которые мы можем, собственно, с помощью этой библиотеки использовать. Ну, например, если мы хотим использовать самую классическую модель Берта, BERT-Based Uncased, мы можем нажать и посмотреть, каким образом мы можем загрузить данную модель и дальше применять ее в стандартном синтаксисе Hagen-Face. Это вот как у Escaler, знаете, есть стандартный Escaler-Line синтаксис, то есть после того, как вы загрузили алгоритмы, обозначили параметры, вы знаете, что надо делать. FitPredict. Точно так же в библиотеке Hagen-Face есть абсолютно стандартный синтаксис, и сегодня вы посмотрите. Смотрите, вот здесь вот есть кнопочка Use and Transformers, нажимая на нее, вы все время, вы всегда можете понять, как нам загрузить модель и соответствующий ей токенизатор. Про токенизаторы, почему так важно, чтобы токенизатор соответствовал именно модели, мы еще поговорим сегодня, но обратите внимание, что модель идет всегда в паре с токенизатором. И вот что важно про библиотеку Hagen-Face из таких технических деталей. Смотрите, у модели есть название BERT-Based Encased, и когда мы подгружаем его в моду, в переменную моду, мы всегда сдаем именно вот это вот название, которое записано здесь. То есть это вот ID модели, по которой мы можем автоматически из библиотеки Hagen-Face и CV-Sub подгрузить. В Use and Transformers именно это, собственно, и сделал. И обратите внимание, точно так же называется токенизатор соответствующих моделей. И это очень важно, чтобы вы не забывали менять название и имя токенизатора в случае, если вы меняете модель. Потому что очень часто токенизатор им портится в самом начале, модель им портится где-то в середине, вы что-то обучаете, подумали, ага, а может мне попробовать другую модель, как же круто это будет. Вот, меняйте название модели, но забывайте изменить токенизатор. И тут может произойти трабл, потому что основная задача токенизатора это сопоставить словам ID-шники, которые соответствуют этим словам в словаре. И словарь, он связан как бы с исходным, с моделью, потому что модель как бы работает именно с ID-шником, и ID-шником она сопоставляет слова. А токенизатор как раз отвечает за вот этот вот мэппинг. И вот если у нас этот мэппинг поедет, это по сути все равно, что мы будем использовать другой one-hot encoding, да, когда будем пытаться применить предобученную модель классического машинного обучения. Вы понимаете, что модель вообще ничего не поймет, у нее взорвется мозг, потому что у нее будут другие ID-шники, как бы, у него модель думает, что ID-шник 7 соответствует слову мама, а на самом деле ID-шник 7 соответствует слову, не знаю, пингвин. И как бы, вот какой конфуз может произойти, если вы перепутаете токенизатор. Поэтому всегда-всегда будьте внимательны, что токенизатор у вас называется точно так же, как и модель. Собственно, здесь вы можете на сайте всегда посмотреть, какие модели доступны, как их использовать. А мы возвращаемся в нашу, проверяю чат, все хорошо, в наш коллаб. Сегодня мы будем работать с Бертом, а именно будем использовать Берта для задачки классификации. И для примера мы сегодня посмотрим, как Берт справляется с так называемой классической задачей лингвистической аксептабилити. А посмотреть мы это будем на примере Call Data Set, это такой классический бенчмарк для задачи бинарной классификации. В нем содержатся грамматически корректные и некорректные предложения. И нашей задачей сегодня будет обучить модель, которая бы по предложению умела говорить, является ли это предложение грамматически корректным или нет. Вот такой вам помощник для английского языка. Если у вас есть английский в ВУЗе, вы можете потом этой моделью чекать, корректно ли вы грамматические предложения написали. Вот. Давайте загрузим данный датасет. Он есть в открытом доступе и находится в репозитории. Вот здесь есть ссылка. Можем посмотреть, открыть. здесь есть описание всего датасета, его можно скачать. Есть ссылка на оригинальную статью про этот датасет. Он содержит 10600 предложений из 23 различных лингвистических публикаций. И каждое предложение оснащено у нас меткой, является ли данное предложение грамматически корректным или нет. Что, давайте его загрузим. просто с помощью гетто. Разархивируем. И загрузим в Pandas DataFrame, чтобы посмотреть на то, как вообще у нас выглядит данный. Смотрите, нам на самом деле из всего датасета сегодня потребуются лишь две колонки, а это, собственно, само предложение и лейбл. Ну, давайте посмотрим, какие у нас есть собственные лейблы. Например, предложение Who do you guess will be here является грамматически корректным, и у него лейбл один. А предложение It convinced Bill that Mary should sleep оснащено лейблом ноль. То есть, является unacceptable. Или, допустим, I might eat deep fried muffins. Это грамматически корректное, acceptable предложение, и с ним как бы все в порядке, поэтому у него лейбл один. Давайте посмотрим еще несколько грамматически некорректных примеров. Например, предложение Any line is rare или The book value 200 dollars являются грамматически некорректными. The book put on the table. То есть, ну, допустим, мне кажется, самый простой пример это The book put on the table. Тут явно не хватает страдательного залога. То есть, вы понимаете, что действительно у нас есть предложения, с которыми что-то не так. Давайте отдельно сохраним предложения в список sentences, а лейбл сохраним в список лейбл. Возьмем вот эти предложения, сохраним их в виде sentences, затем отдельно сохраним лейбл. Теперь давайте пройдемся, что же нам сделать, чтобы обучить и закончить берта решать эту задачу. Здесь у нас есть в принципе такой классический пайплайн, он может чуть-чуть отличаться от того, какую модель вы используете, берта, роберт или что-то еще, но в принципе для всех моделей из библиотеки Hacking Face пайплайн плюс-минус один и тот же. А для берта подобных моделей он чаще всего просто вообще будет одинаковый. Во-первых, загрузим текенизатор. это как раз та часть модели, сопутствующая часть модели, которая отвечает нам за то, чтобы разбивать предложения на токены. А вы уже как опытные люди, прошедшие много лекций по NLP, знаете, что модели у нас работают с токенами. В данном случае мы будем говорить про уровень слов. то есть разбиваем текст на слова. Это отвечает токенизатор. Затем каждому слову будем сопоставлять антишник. И все это он делает как раз с помощью предобученного токенизатора, который есть в библиотеке Hacking Face. Загружаем класс BertTokenizer, а потом с помощью функции fromPretrained указывая необходимое название токенизатора и дополнительно, поскольку здесь у нас фигурирует слово Unquist, то есть мы работаем наша модель не работает с верхним и нижним регистром, мы ставим параметр, что нам надо данные нужно привести к нижнему регистру. Lowercase это значит все большие заглавные буквы делаем маленькие, поскольку модель работает, как видно из названия, только с маленькими буквами. Это просто зависит от того, на каких данных обучалась наша модель. Так, я забыла там выполнить кнопочку PIP Install, я это выполню, установлю, потому что я перезапустила ядро, у меня библиотека Transformers слетела, но ничего страшного. она перезагрузится, а я пока расскажу о том, что мы будем делать дальше. Что ж, давайте посмотрим, как выглядит наше предложение. Возьмем какое-нибудь самое первое предложение, затем с помощью токенизатора токенизируем это предложение, у него есть метод токениз, который позволяет нам предложение разбить на слова с учетом пунктуации и так далее. А затем следующим шагом будет конвертнуть наши слова в их айдишники, поскольку исходная модель Берта принимает на вход, как вы знаете уже из лекции, айдишники слов. Для этого мы к токенизированным словам применим метод convert token to IDs. И что мы видим? Например, у нас было предложение our friends won't buy this analysis, let alone the next one we propose. После токенизации мы получаем некоторый список токенов, то есть просто слов our friends won't buy this analysis, и мы можем видеть, какие айдишники сопоставлены данным словам. На самом деле, открою секрет, это можно сделать не в два действия, а всего лишь в одно с помощью функции tokenizer in code. Но прежде давайте обсудим требования к форматированию данных, то есть к какому формату нам нужно привести наши данные, чтобы модель все это могла скушать. Во-первых, как вы знаете, надо добавить специальные токены, которые символизируют начало и конец предложений. Это такая техническая особенность обучения модели верта. Ему надо прямо в явном виде указать, что предложение у нас вот здесь начинается, а вот тут заканчивается. Затем, смотрите, на вход мы будем подавать данные по бачам, то есть мы будем подавать на вход несколько предложений, и нам надо, чтобы это было что-то в форме квадратной таблички. То есть мы не хотим, наверное, чтобы предложения были разной длины, потому что тогда не очень понятно, как нам все эти предложения верту на вход подавать, и как он будет это разношерстное дело кушать. Поэтому нам надо все предложения либо дополнить, либо усечь до одной длины. То есть короткие предложения мы сейчас будем дополнять специальным таким фейковым токеном, который нам будет говорить, а это такой фейковый токен просто для того, чтобы добавить длины. А самые длинные предложения мы будем просто отсекать и брать только первую часть предложения, вообще не учитывая то, что у нас дальше. После того, как мы сделали эту процедуру, нам необходимо в явном виде отделить реальные токены от паддинг токенов. И для этого мы будем использовать так называемый attention mask. то есть нам надо модели в явном виде указать, где у нас реальные слова, где вот этот fake token, то есть где вот этот фейковый токен, который мы добавили просто для того, чтобы дополнить предложение для нужной длины. Для этого мы будем создавать вектор аналогичной длины, как и предложение для каждого предложения, который будет содержать только единички нольки. Вначале будут идти единички, которые токены, а затем, когда у нас будет начинаться вот этот специальный токен, в маске будут начинаться нули. Давайте посмотрим, как выглядит у нас все это. В бою специальные токены это просто имеет вид CEP, то есть это просто вот текстовая строка, в которой записано CEP. А для задачи классификации в начале каждого предложения необходимо также добавить специальный CLS токен, это тоже особенность архитектуры Берта. То есть начальный токен у нас будет CLS токен, заключительный токен будет CEP токен. Итого, что мы делаем. Вот еще одно пояснение, наверное, про Attention Mask и про вот этот специальный токен. Вот этот специальный токен, который мы добавляем для того, чтобы все предложения у нас были одинаковые длины, обозначается PAD token, то есть, опять-таки, это просто строка, которая означает PAD. У нее, у токенизатора, в токенизаторе соответствует индекс 0 в словаре Берта. Теперь смотрите, каким образом мы создаем Attention Mask. Вот у нас было предложение I like to draw. Мы добавили вначале целая с токен, мы добавили в конце 7 токен. И затем мы хотим привести это предложение к длине 8. Исходно у нас было 1, 2, 3, 4 токена. После добавления двух специальных у нас получилось 4 плюс 2, всего 6 токенов. И затем мы добавляем два вот этих специальных токена для того, чтобы дополнить предложение до максимальной длины. А теперь обратите внимание, как будет выглядеть Attention Mask. На самом деле все очень просто. У нас это будет вектор из 8 чисел. Первые 6 это единички, которые говорят нам, что это реальные токены. Обратите внимание, CLS все включаются в реальные токены. А последние два это нолики, которые соответствуют этому паду под токеном и говорят о том, что это дополнительный токен. То есть на самом деле по Attention Mask нет ничего страшного, это просто список нулей и единиц, которые указывают, какие токены являются подтокенами, а какими нет. А теперь давайте поговорим про выбор максимальной длины. Максимальная длина, которую поддерживает BERT это 512 токенов, но чем длиннее предложение, чем длиннее MaxLand, тем больше занимает у нас время обучения. Вот для примера здесь показано обучение для 64 и 128 токенов мы видим, что время обучения отличается в два раза. Получается, что нам выгодно сделать предложение все-таки покороче, чтобы побыстрее завершить обучение, но при этом нам не хочется сильно усекать длинные предложения, и нам хочется, чтобы мы усекали поменьше предложений. Поэтому давайте сделаем самую простую вещь, которую можно сделать. пройдемся по всем предложениям и посмотрим, какая максимальная длина встречается в нашем обучающем корпусе, а затем до этой длины просто и усечем. Таким образом мы ни у каких предложений ничего не отрежем, но при этом мы ничего лишнего добавлять не будем, и слишком длинных предложений создавать также не будем. Это можно сделать с помощью очень простой ячейки кода. Изначально ставим max.line равным нулю, а затем просто проходимся по всем предложениям. Каждое предложение мы превращаем в список ID-шников с помощью функции N-Code. Помните, да, я уже говорила, что функция N-Code позволяет заменить вот это двойное сначала токенизирование, а потом конвертацию в ID-шники. кодируем наше предложение, не забудьте вот здесь указать, что мы добавляем специальные токены, чтобы получить реальную длину предложений, иначе у нас после добавления специальных CLS и CEP токенов каждое предложение становится на два токена длиннее, поэтому важно при подсчете MaxLand не забыть их добавить. Ну и затем просто выбираем максимальный из всех. Итак, мы получили, что максимальная длина в данном случае у нас 47 токенов. Что ж, можно выбрать эту цифру в качестве MaxLand. Давайте усечем, теперь сделаем всю необходимую предобработку, а для этого пройдемся по всем предложениям, усечем их до вот этой длины и выполним все соответствующие шаги токенизации. Давайте еще раз пройдем по пунктам, чтобы они у вас точно хорошо уложились. У нас все готово для токенизации и теперь мы готовы воспользоваться функцией Encode+, которая выполнит все необходимые шаги за нас. Обратите внимание, сейчас мы пользуемся функцией именно Encode+, а не просто Encode, потому что Encode+, позволяет нам не просто одновременно разбить наше исходное предложение на токены и конвертить токены в ID-шники, но еще и сделать кое-что плюсом к этому. Не зря же она называется Encode+, а именно добавить а именно добавить дополнительно целая Септолкина, заменить их на ID-шники, привести все предложения к максимальной длине и еще вот эта дополнительная функция это создать Attention Masks, то есть маски Attention, которые собственно и позволят объяснить модели, где у нас используются реальные токены, а где используются PAD-токены. Первые четыре свойства, как мы уже обсуждали, реализованных функций автотокенайзер N-code, а для Attention Mask нам как раз нужны собственно функции N-code+, то есть она такая более техническая. Вот здесь есть ссылка, по ней вы можете найти всю документацию, на самом деле сейчас я ссылку перешлю в чат, а заодно проверю, как там в чате. Так, вижу, кстати, вопрос от Алексея в чате, что-то не запер. Смотрите, Алексей, автотокенайзер, очень хороший вопрос от Алексея про пару BAD-токенайзер, автотокенайзер. Смотрите, вот это вот очень хороший, классный вопрос, спасибо, что обратили мое внимание на это. Автотокенайзер, это такая хитрая обертка, которая на самом деле сама понимает, какой именно класс токенайзера взять и какой именно класс авто модул надо взять, то есть взять ли BAD-модул, если вы используете Роберт, вам надо использовать Роберт, автотокенайзер, он именно подгружает, как бы выбирает, какой класс надо брать, это чуть более автоматическая штука, чуть более удобная. Здесь, в принципе, вы можете брать что BAD-модул, что авто, авто, он более универсальный. Я говорила именно про вот это вот имя, когда я говорила про пару токенайзера модул, я говорила именно про вот эту вот спаренность токенайзера и модели Берта, которые зашифрованы в самом названии, то есть очень важно не забыть вот здесь поменять. Смотрите, правила с автотокенайзером и Берт токенайзером, если вы можете использовать автотокенайзер, используйте лучше, можно использовать его, это просто автоматическая штука, которая понимает из названия модели, какой именно класс необходимо использовать. Вот и все. Но очень важно, чтобы вот здесь у вас в виде строки, в виде входного аргумента подавалось одно и то же. Вот, теперь давайте посмотрим документацию. Так, я снимала ссылку на документацию, но саму документацию, кажется, вот здесь у меня. Нет, вот здесь. В принципе, на самом деле у Берта очень подробная и понятная документация. и можете всегда обращаться к ней, я на самом деле рекомендую. То есть, здесь есть про все классы, про все модели, очень и очень подробно расписаны, вот, и вы всегда можете это посмотреть. Что ж, давайте применим все это наше дело, которое мы обсуждали. Пройдемся по всем предложениям, а затем с помощью функции линкод плюс, подавая ей в качестве первого входного аргумента, мы закодируем наше предложение, добавляя при этом специальный токен, указав это в аргументе это special tokens, максимальную длину поставим 64, не 47, как у нас было, а 64, чтобы это была степень двойки, как мы любим в программировании. Укажем, что мы хотим дополнять предложение до максимальной длины, с помощью подтокенов и не забудем, что нам нужны attention mask. Также мы хотим, чтобы на выходе нам возвращались тензоры, и поэтому в качестве аргумента мы указываем return pytorch tensors. Затем мы добавляем все, что мы закодировали в список input IDs, и отдельно мы создали список для масок attention, и это мы тоже добавляем в список. И в конце все мы все это делаем и конкатенируем в торш тензоры с помощью просто метода torch cat. Давайте выполним эту клетку. Видите, на самом деле вся магия заключается вот в одной этой строчке, остальное все это просто какой-то технический цикл, обертка и так далее. То есть магия, вся сложность это на самом деле одна строчка. И давайте посмотрим, вот у нас было исходное предложение our friends won't buy this analysis let alone the next one we propose. И мы получаем вот такой вот torch tensor из него. Индекс 101 соответствует целая с токеном, индекс 102 соответствует сеп токеном, внутри ID-шники соответствуют токенам предложений, а в конце идут нули, что означает под токен. Что ж, теперь по классике мы решаем задачу бинарной классификации, значит нам данные надо разбить на трейнер-тест. Давайте отложим в тест 10%, вернее в валидацию 10%, тест у нас лежит отдельно, с помощью метода random спи. Таким образом мы получаем, что у нас 7700 почти что обучающих примеров и порядка 850 примеров на валидацию. Также давайте создадим итерат, который нам позволит эффективно итерироваться по нашим данным, по бачам с помощью класса Data Loader из библиотеки Torch. Зададим бач-сайз размера 32, вообще рекомендуются такие не очень большие бачи для текстовых задач от 16 до 32 для бирта в среднем берут, есть какие-то большие модели, там возникают проблемы с памятью, бачи иногда даже делают более маленького размера. Вот каким образом мы можем обернуть это все в Data Loader, на самом деле все очень просто, задаем, инициализируем Data Loader, подаем ей на вход датасет для обучения и мы еще указываем такой параметр как сэмплер, который говорит нам, что при обучении мы будем бачи выбирать случайным образом из наших данных. Ну и, конечно, мы задаем размер этого бачи. А вот при валидации нашей модели, которую мы будем делать после каждой эпохи, мы уже будем итерироваться по данным по бачам, потому что мы просто хотим проходиться по данным последователям. Что ж, на этом как бы подготовка наша завершена. Давайте MaxLine равно 64. Да, Иван, у нас MaxLine равно 64, потому что мы обнаружили, что максимальная длина предложения у нас 47, то есть все у нас 64 помещается, но мы хотели сделать MaxLine степенью двойки, как мы это любим в Data Science. Теперь предлагаю сделать 5 минут перерыв до 40 минут и продолжить. Итак, 45 минут, а это значит, что надо продолжать. Поставьте огонечки, если меня видно, если меня слышно. Камера сейчас выключена, так задумано. Вот, ага, вижу огонечки. Что ж, давайте продолжим. И мы переходим к самому интересному, собственно, обучению модели. Экран сейчас должно быть видно, если это не так, напишите, пожалуйста, об этом в чат. Мы сегодня работаем с задачей бинарной классификации, поэтому мы будем использовать модификацию класс, предназначенный как раз для решения задачи классификации, который называется Bear for Sequence Classification. Почему нам нужен специальный класс, почему мы просто не можем взять BERT Model as it is, а нам нужна какая-то дополнительная модификация. Потому что, когда мы решаем какую-то задачку, как вы помните, по классике, на предобученную модель Берта сверху мы навешиваем какой-то дополнительный слой, который как раз эту нашу целевую задачку умеет решать. И вот как раз за то, какой мы слой навешиваем и за то, чтобы этот самый слой собственно навесить, как раз отвечает вот эта вот обертка. В данном случае нам надо навесить сверху классификационный слой с функцией Softmax, поэтому мы будем использовать класс Bear for Sequence Classification. Если мы, допустим, хотим решать задачу Question Answering, то мы будем использовать Bear for Question Answering. Если мы будем использовать, допустим, классификацию токенов, например, делать NER или Post-Taking, то нам понадобится Bear for Token Classification. То есть, смотрите, пайплайн такой. Сначала вы понимаете, какую модель вы хотите использовать. Это, например, может зависеть от того языка, на котором вы работаете. То есть, понятно, что для русского вы, наверное, будете использовать либо какие-то Рубертовские, либо вот наши Сберовские модели. Вы выбираете на сайте Hagen Face какую модель, какой-то кинезатор к ней будете ходить использовать. Затем вы смотрите, какую задачу вы решаете и выбираете соответствующую обертку для этого модели. И, например, для Берта вы можете подсчитать про все-все-все вот эти модели и понять, какая же у вас задача и какую модель вам необходимо взять вот здесь в документации. Сейчас скину эту ссылку в чат. документация также очень хорошая, очень подробная. Например, если мы откроем BERT for sequence classification, а вот чтобы открыть, надо нажать вот здесь BERT for sequence classification, то мы можем посмотреть доки и можем почитать про это все подробнее. Сейчас же мы воспользуемся BERT для классификации предложений. Sequence в данном случае это предложение. То есть здесь имеется в виду, что мы будем классифицировать целое предложение. И давайте загрузим нашу модель. Значит, смотрите, любую модель мы загружаем плюс-минус стандартным образом. Мы берем вот этот необходимый наш класс. Опять-таки пользуемся так же, как и в токенизаторе функции from pretrained. Дальше здесь указываем название модели. И вот тут, если вы меняете условно BERT на русского руберта, потому что у вас изменились данные, не забудьте в токенизаторе тоже вот эту строчку названия модели поменять. Я говорю не о классе, а именно название. Дальше важно указать, сколько у нас лейблов, насколько классов мы делаем классификацию. И мы также указываем, что мы не хотим маски attention, и нам не нужны hidden state, потому что сейчас мы с ними не работаем. И что еще важно сделать, необходимо отправить нашу модель на GPU. И это необходимо сделать для скорости, иначе у вас все это будет работать веками. мы загрузили. Что ж, ради интереса можно распечатать, посмотреть на несколько слоев. Мы видим, для этого можно распечатать параметры, посмотреть действительно первый embedding layer и первые слои трансформеров. Видим, что они действительно внутри имеют скрытый размер 768 и на выходе у нас слой размера 2, потому что у нас 2 лейб. Дальше нам необходимо задать оптимайзер и шедулер, которые помогут нам с FineTune. Оптимайзер отвечает за как раз шаг против градиента, то есть по сути за learning rate и за то, сколько мы делаем. По классике используется Adam оптимайзер и также дополнительно в паре с оптимайзером у нас есть шедулер, который помогает нам менять learning rate после ряда шагов, поскольку мы learning rate постепенно понижаем, чтобы повысить качество обученной модели. Что ж, давайте зададим оптимайзер, мы будем использовать такой самый классический оптимайзер AdamV, подаем ему на вход параметры модели, а также задаем learning rate. И еще дополнительно epsilon, это вот такое маленькое-маленькое число, которое используется в технических моментах. И дополнительно мы должны задать шедулер, который будет нам после каждого числа и какого-то определенного числа шагов немножко понижать learning rate. Для этого, для того, чтобы задать шедулер, нам надо знать общее число шагов, а число шагов можно посчитать как число бачей умножить на количество эпох. То есть напомню, каждая эпоха заключается в том, что мы один раз проходим по обучающим данным и как бы делаем столько числов шагов, сколько у нас есть бачей. Сдаем наш шедулер, который линейно понижает нам learning rate. И теперь мы переходим к самому интересному, а именно к обучающей петле. На каждом проходе обучающая петля представляет собой один проход по данным. На каждом проходе мы проходимся по всему обучающему набору данных, а затем оцениваем качество на валидации. Что же у нас происходит на каждом из этих шагов? Давайте посмотрим. На обучении мы вначале распаковываем наши обучающие данные лейблы к ним. Затем не забываем отправить все данные на ГПУ для ускорения. И обратите внимание, такая техническая деталь нам необходимо изнулить градиенты с предыдущего шага. Поскольку если мы не изнулим градиенты с предыдущего шага, то мы будем шагать не в ту сторону, помня о том, что было ранее. Затем нам надо пробросить, скормить данные в нейросети и пробросить их вперед до конца, то есть сделать forward pass, а затем сделать самый важный шаг back propagation, то есть сделать backward pass, градиенты против направления движения, так сказать. То есть посчитать градиенты по всем параметрам с помощью менда обратного распространения ошибки, знакомого вам из курса дипломента. И когда мы посчитали градиенты, мы можем уже сделать шаг против градиента, обновить параметры с помощью optimizer step, вот здесь нам optimizer как раз помогает, он помогает нам автоматически считать все градиенты и делать шаг против градиента, ну и дополнительно будем считать всякие статистики, чтобы следить за обучением. Вот так мы делаем для каждого из бачей, а затем, когда мы завершили проход по данным, нам надо проверить, что у нас при этом ничего не сломалось, все по-прежнему хорошо, и для этого мы делаем так называемый evaluation evaluation часть, оцениваем качество на валидации, распаковываем валидационные данные, лейблы, аналогично, как и в трене, нам надо загрузить эти данные на ГПУ, а затем делаем forward pass, кормим данные в нейросеть, пробрасываем их вперед, но здесь нам backward pass делать уже не надо, мы просто читаем loss статистики и следим за обучением. Что ж, давайте дополнительно будем печатать accuracy, точность и сколько времени у нас это заняло, для этого мы задаем такие технические вспомогательные функции, и кажется, теперь у нас все готово к обучению, можно приступать. Давайте я запущу обучение, а потом расскажу вам, как устроена эта петля. Обратите внимание, я только что запустила обучение, и не знаю, оно должно закончиться либо до того, как я закончу объяснять эту петлю, не волнуйся, это будет не так долго, либо в ближайшие минут 10 точно. А во-первых, не забываем вначале фиксировать random seed для воспроизводимости. Всегда фиксируем random seed, это полезно. Так, я, кстати, проверю, что в чате все хорошо, в чате все хорошо, вопросов нет. Затем мы будем сохранять, создаем списки для сохранения статистики, а затем повторяем нашу процедуру обучения в количестве, равном количестве эпох, то есть 4 раза. Напомню, на каждой эпохе мы делаем проход по трейновому датасету, но перед этим мы ставим модель в режим train, это такой специальный режим, когда модель может обновлять свои веса, то есть размораживаем веса модели для того, чтобы их немного менять при нашем патче. Затем мы поочередно итерируемся по всем бачам даталоутера и с каждым бачом проделываем все те операции, которые мы только что обсудили, а именно вначале мы распаковываем данные, берем, достаем из бача айдишники, input маски и лейблы и сразу же отправляем их на ГПУ, не забываем отправлять данные на ГПУ, иначе будет считаться не так быстро, от слова совсем. Дальше не забудем вот этот технический шаг, нам надо заменить градиенты модели с предыдущего шага, то есть начать все с нуля, посчитать градиенты именно по текущему бачу. Затем делаем forward pass, на самом деле forward pass это всего лишь буквально одна строчка и дальше распаковка результатов, а именно просто подаем в нашу модель наши айдишники токенов и в качестве аргумента attention mask указываем attention маски и дополнительно подаем на вход лейблы, поскольку они нам нужны при обучении. То есть просто кормим в модели айдишники, маски attention и лейблы. Модель это все дело кушает, совершает forward pass и на выходе мы получаем наш лосс и также вероятности классов для данного бача, то есть логита, лог вероятности на самом деле. Добавляем наш лосс в обучающий лосс с помощью метода loss.item, поскольку лосс это у нас торчевская штука, а затем обратите внимание, поскольку мы уже как бы обернули нашу модель в оптимизатор, то лосс у нас получается уже дифференцируемый, с ним все хорошо, то есть как вы изучали на занятиях по DL, у нас очень часто все бывает уже хорошее дифференцируемое, торч умеет все дифференцировать за нас, поэтому все, что нам остается, это сделать backward pass, посчитать градиенты, и нам не надо расписывать все эти ужасные функции ручками, просто пишем loss backward, и дополнительно мы норму всех градиентов обрезаем до единичной, чтобы предотвратить проблему взрывающихся градиентов. Следующий шаг, после того, как мы посчитали градиенты по всем параметрам модели, и немножко усекли самые большие, чтобы у нас градиенты не взорвались, следующий шаг будет сделать backward pass, то есть обновить веса против градиента. Это можно сделать с помощью optimizer step, и если нам необходимо, если понадобится, обновляем learning rate с помощью нашего шедлера. После того, как мы по всем бачам в этой внутренней петле прошлись, мы считаем loss на трене, считаем, сколько времени это заняло, и переходим к валидационной части. Итак, что же у нас происходит на валидационной части? Во-первых, на валидационной части мы не обновляем веса модели, поэтому ставим модель в режим eval. Это такой режим, когда мы не можем менять веса модели. Затем аналогично мы проходим по всем бачам на валидации. Вначале точно так же, как и на трене, распаковываем данные, отправляем их на GPU. Модель сама у нас уже, помните, находится на GPU. Мы ее сделали, туда отправили с помощью метода model.cuda в самом начале. Теперь обратите внимание, мы сразу говорим, что мы не хотим считать градиенты и пользуемся методом висторч-ноу-град. То есть мы делаем forward pass, сразу закладываясь на то, что мы не будем считать градиенты, и это значительно упрощает вычисление, соответственно, и скорость вычислений. в принципе, если вы забудете здесь торч-ноу-град, все, что у вас будет, вы просто валидацию будете делать намного дольше. То есть критичного не будет ничего, но времени съест больше. А теперь просто считаем результат и считаем все статистики. Лосс, логиты, но при этом обратите внимание, мы не делаем никакого backward pass, поскольку это просто оценка качества на валидации. Что ж, посчитали это все, записали, вывели на печать. После каждой эпохи будем выводить все статистики на печать. Вот этот кусочек кода, он просто отвечает за вывод статистик на печать. Считаем total accuracy, total loss и так далее. Давайте посмотрим, сколько у нас эпох посчиталось за то время, пока я говорила. За то время, пока я говорила, у нас посчиталось на самом деле уже третья эпоха из четырех считается, даже сороковой бач. То есть даже, смотрите, уже половина обучения прошла, а я говорила, ну, буквально минут пять. В принципе, каждая эпоха занимает две с половиной минуты. Очень круто. И сейчас мы увидим, что на самом деле этого вполне достаточно. Если мы дальше распечатаем наши получившиеся результаты, то мы увидим, что качество на валидации достигает практически максимального уже после второй эпохи. А loss на валидации на самом деле наименьший на второй эпохе. То есть на самом деле нам даже двух эпох достаточно. Всего лишь пять минут обучения в контину Берта достаточно для того, чтобы получить уже очень и очень неплохое качество. И мне кажется, это прекрасно. То есть это действительно отличный результат, что мы за такое короткое время можем получить что-то очень и очень хорошее. Обратите при этом внимание, что loss на обучение естественно непрерывно падает, а на валидации начинает возрастать. То есть классическая картина, когда мы после какой-то эпохи начинаем переобучаться. И вот как раз чтобы следить за этим и этого избежать, у нас используется валидационный loss. То есть мы понимаем, что нам достаточно двух эпох. Можем также посмотреть на графики обучения, и мы действительно видим, что loss на валидации он оптимален на второй эпохе. Что ж, теперь давайте проверим, как все это работает на тестовых данных. Посчитаем качество на отложенной выборке, которая также есть дополнительно для кола датасета, то есть там прямо отдельно лежит тест-сет, который не зависит от нашего разбиения на трене-тест. И для оценки качества зафантюнной модели будем использовать такую метрику, как коэффициент корреляции Мечус. Эта метрика традиционно применяется для оценки качества на кола датасете, поэтому мы также по классике воспользуемся ней. Корреляция изменяется от минус единицы до единицы, чем она больше, тем лучше. То есть ноль говорит о том, что у нас истинные лейглы и предсказания модели вообще не связаны, минус один говорит о том, что там, где у нас единичка модель всегда предсказывает ноль и наоборот, а единичка говорит об идеальном качестве предсказания. Почему здесь используется корреляция Мэтьюса, а не Экероси? Ну, во-первых, по классике, во-вторых, корреляция Мэтьюса лучше работает с несбалансированными классами. Что, давайте посмотрим, как нам оценить качество на тесте. Загрузим, во-первых, наши данные. Абсолютно аналогично. Собственно, сейчас мы с тестом повторим все те операции, которые мы делали с трейнерами данными. Запишем предложение и лейбл к ним в словарь. Затем пройдем по всем нашим предложениям и закодируем их с помощью нашего токенайзера методом ENCODE+, подавая на вход предложение, добавляя специальные токены, обрезая до максимальной длины, не забывая возвращать маски ATTENTION. И затем запихнем все это в словарь KINPUT IDS и ATTENTION MASK. Следующий шаг, как вы помните, было конвертнуть это все дело в TORCH TENSOR. И это мы сделаем с помощью метода TORCH CUT. И давайте зададим BATCH SES, аналогично задаем его в 32 и задав BATCH SES, мы можем собственно обернуть наши данные в TENSOR датасеты, а также в DATA LOADER. На вход DATA LOADER мы подаем DATA PREDICTION DATA, это те данные, на которых мы будем оценивать финальное качество, и задаем ему последовательный сэмплер, потому что мы сейчас не должны выбирать BATCH RANDOM, но будем последовательно проходиться по данным и не забываем указывать BATCH SES равный 32. Что ж, давайте мы подготовили данные для теста, генерим предсказания с использованием зафантюменной модели. Переводим модель в режим EVAL, а затем итерируемся по BATCH для каждого BATCH берем ID-шники маски и затем обратите внимание в VISTORCH NUGRAD, то есть мы сейчас не должны считать градиенты, считаем OUTPUT. нам сейчас из OUTPUT модели это LOSS и LOGIT, то есть LOGIT это LOG вероятности, нам из OUTPUT нужны только LOGIT, потому что мы будем предсказывать классы, для этого нам нужны вероятности или LOG вероятности. Ну и не забываем, что у нас данные находились на GPU, давайте и GPU вернем обратно на землю, то есть на цепку. Добавляем все наши предсказания и истинные лейблы в список. Здесь обратите внимание, мы взяли истинные лейблы, но мы не подавали их в модель, то есть модель об истинных лейблах у нас ничего не знает, она не могла на них подтвердить, а истинные лейблы нам сейчас нужны для оценки качества. Итак, как я уже сказала, мы возьмем в качестве метрики коэффициент корреляции Мэтьюса, потому что данные у нас не сбалансированы. Если мы посмотрим в данных, у нас 354 грамматически корректных предложений, а число грамматически некорректных предложений, я напомню, именно эту задачу бинарной классификации мы решали, у нас намного меньше. Что ж, давайте теперь посчитаем предсказания, чтобы это сделать, мы итерируемся по лейблам и смотрите, предсказание у нас это что такое? Для каждого для каждого предложения мы посчитали две вероятности, вернее, две логарифмированные вероятности. Вот эти ладжицы, они для каждого числа содержат два логарифма вероятности для класса 0 и для класса единичка. Это то же самое, как и с колерным, когда вы делаете предикт-пробы, он вам выдает два числа для каждого примера. Здесь точно так же вы выбираете наиболее вероятный класс с помощью метода argmax, поскольку логарифм у нас функция монотонная и значит при логарифмировании мы порядок лейбла и порядок вероятности никак не меняем. После того, как мы посчитали, давайте вначале посчитаем корреляцию мельчиса по бачам. Если мы дальше выведем корреляцию мельчиса по бачам, мы увидим на самом деле, что для разных бачей качество может очень-очень сильно отличаться, но в среднем оно все-таки положительнее, корреляция там на самых лучших бачах доходит даже порядка 0.8. Что ж, давайте объединим бачи, все-таки посчитаем общий скор, для этого мы объединим все предсказания в переменную FlatPredictions и заодно объединим все лейблы в переменную FlatTrueLabel и посчитаем между ними корреляцию мельчиса и обратите внимание Total mcc равно 0.49.8 и вы сейчас фуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Научили нашу модель понимать являетели предложения грамматически корректно, с очень неплохой вероятностью. У школьника на то, чтобы добиться такого же результата, уходит годы изучения английского языка. Но Берт уже знает английский язык, поэтому у него все хорошо. И что ж, можно сказать, очень круто, всего полчаса работы, всего-всего-всего, без всякого тюнинга, без всякого подбора гиперпараметров мы получаем такой хороший скорбь. То есть понятно, что если мы еще будем тюнить параметры, будем подбирать бач-сайз и так далее, то мы можем что-то значительно улучшить. Также вы можете сравнить наши результаты с результатами на официальном лидерборде. И это они находятся на лидерборде бенчмарка Глу. Пока он грузится, можно он загрузится. Я скину ссылку в чат. На коллабе он всегда дается, как гарантированно. На коллабе, смотрите, Алексей всегда действительно дается, пишет Андрей. Но если, ну вот у меня, допустим, я работала, бывало, сутками на коллабе, вот, надо просто к коллабу время-тремень подходить и там буквально мышкой двигать, то есть показывать, не знаю, какой-нибудь маркдаун редактировать, и у меня тогда не было проблем. То есть главное, чтобы коллаб не подвисал в бездействии. Вот, что-то с Глу-бенчмарком он сейчас долго грузится. Ну что ж, в заключении нашей лекции мы посмотрели пример работы с предобученной моделью Берт из библиотеки Хагенфейс. И оказалось, что все то, что вам рассказывала моя коллега Алена, вот эта вот страшная, сложная теория, которая на самом деле очень крутая, вы большие молодцы, что вы прорвались через эти лекции. Вот, оказалось, что вся эта большая страшная теория на практике решается очень легко. И как бы обладая пониманием того, что здесь происходит, оно все-таки очень важно. И как бы очень здорово, что вы Алене лекции послушали. Потому что без этого вам, конечно, как бы код, вы легко допустите в коде ошибку, и как бы не поймете, почему она произошла. Вот, оказалось, что на самом деле в коде это все реализовано очень просто. И еще такой важный момент, как нам сохранять и загружать модели в качестве бонуса. Не забывайте, когда вы зафайн-тюнили модель, ее надо обязательно сохранить, чтобы потом с ней можно было эффективно работать. Но я на самом деле рекомендую ее не только сохранять, вообще это работает не только с большими нейросетками, но с любой моделью, которую вы сохраняете. Лучше всего дополнительно открыть ее где-то еще, например, в соседнем коллабе, и проверить, что модель корректно подгружается. Потому что, например, с трансформерными моделями такое бывает, что вы как-то некорректно что-то указали в путь, захлопнул коллаб раньше времени, у вас не все веса сохранились, и подгрузить модель вы не можете. И это немножко обидно. Поэтому всегда старайтесь проверить, что сохраненная модель действительно потом подгружается. А если нет возможности открыть другой коллаб, вы можете проверить и подгрузить ее в сохраненную модель опять-таки в том же коллабе, но только не смейте записывать ее обратно в переменную моду, иначе что произойдет, если у вас сохранение было некорректным, да, вы переменную моду рискуете затереть, и свою модель опять-таки потерять. То есть всегда сохраняйте и проверяйте, что сохранилось корректно. Давайте посмотрим, как у нас выполнено сохранение. Мы просто указываем outputdir, и затем с помощью вот этих строчек кода сохраняем. То есть основное это у нас функция savePretrain. Оно сохраняет все необходимые файлики. У нас создается папочка modelSafe, там сохранится vocabulary для токенайзера, special tokens и edit tokens. И еще дополнительно сохраняется веса самой модели. Вот, и затем, если вы хотите это дело подгрузить, я рекомендую всегда это делать после сохранения, только на самом деле не в модель, а там в модели с нижним подчеркиванием, чтобы ничего не перезатереть. Вам просто надо указать здесь в качестве входного аргумента вашу папку, куда вы сохранили модель. И не забывайте, здесь у вас должен быть указан тот класс, которого у вас была модель. В данном случае это будет BERT for sentence classification. То есть смотрите, это отличается от того, что мы видели вот здесь, только тем, что вместо исходного названия у вас здесь будет указан путь до папки. А так все остается то же самое. И как бы у вас действительно подгружается модель из файла. И еще, наверное, последнее, что я хотела бы сказать на сегодняшнюю лекцию, это какие же у нас модели для русского языка. Для русского языка посмотреть доступные модели вы можете в папке models. Одни из самых популярных моделей это модели от Ди Павлова. Ди Павлов трубеер-бейст-кейс. Значение кейс означает то, что он понимает верхний регистр и нижний регистр. Есть у него также модификации sentence, есть просто трубеер-бейст-кейс, есть трубеер-бейст-кейс-конверсейшн. Отличаются они тем, что были обучены на разных корпусах и в зависимости от этого обладают чуть разными свойствами. В принципе, про все эти модели можете посчитать, но вот sentence, допустим, работает неплохо. Сейчас скину его в наш чат. Вот, кстати, Андрей пишет, что в бесплатном коллабе выдаются медленные ГПУ. Да, это правда. И, кстати, они выдаются разные ГПУ. Ну, то есть, бывает, что выдаются как бы чуть побыстрее, бывает чуть помедленнее. Такой хак. Если выдался медленный, можно попробовать рестаткнуть среду выполнения, и, возможно, второй раз вам повезет больше. Что ж, подскажите, есть ли у вас на сегодняшний день какие-то кегл однозначно удобнее? Да, безусловно, Иван, если как бы есть возможность пользоваться кеглом, то пользуйтесь кеглом, в принципе, кому как удобнее. Подскажите, есть ли у вас на сегодняшний день какие-то вопросы? На свои модели вы нам... Да, конечно, конечно. Все наши модели доступны в Сбербанк AI. На самом деле мы хвастаемся в Сбербанке нашими, в первую очередь, ГПТ-моделями. Это ГПТ-3 Large, ГПТ-3 Based, ГПТ-RU-T5, очень хорошая модель. ГПТ-3 XL, ну, это уже такая тяжелая артиллерия. Мы недавно выложили Ruclip. Напомню, это такая модель, которая работает уже с картинками. И самое крутое, модель RU-DALI, та самая модель, которая недавно презентовала Сбербанк, которая по тексту может сгенерировать картинку, она сегодня у нас тоже доступна. То есть все наши модели доступны в Сбербанк AI, вы можете с ними работать. Вот, допустим, если вы хотите с Бертом поработать, да, есть RU-DALI, пожалуйста. Он в открытом доступе, вы можете его скачать и даже посмотреть How to Clone. Use and Transformer здесь не такой прямой, поэтому тут только пока How to Clone. Если же вы хотите работать именно с Бертом, вы можете зайти на сайту Сбербанк AI, Руберт Ларч, да, но он уже такой потяжелее. И посмотреть, как его используется. Все абсолютно точно так же, только название другое. Если больше вопросов нет, то спасибо, что подключились. И буду рада видеть вас на следующем вебинаре в среду в 10. Всем пока-пока, там будет очень интересная лекция по тематическому моделированию. Всем хорошего дня! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!